добрый день всем привет и сегодня мы продолжаем рассказывать историю инквизитора лоха его бывалого напарника пылесоса который успел слазить в подземелье поколох был в командировке зацензурена лежал придавленный дверью лежал придавлен дверью за ним гнался орудийный сервитор сейчас мы все это выставим и начнем но для начала как мы любим experience points потому что пылесос все-таки лазил по подземельям выполнял миссию и так далее не отлынил заработал немножечко экспы и так сережа ты же выжил правильно пиши себе палочку так ты выполнил объектив сценария туда я ходил к пультику еще оттуда копировал старая да под газами я помню чуть не помер до психические силы ты не использовал ты стрелял ты дрался я по-моему ты не дрался нет я не дрался ты не дрался ты кого-то ранил да хорошо и запиши себе еще одно очко и так ты хочешь повысить свои характеристики получив чудесный experience point да ты хочешь повысить наверное инициативу чтобы быстрее бегать до подкрутить себя ножки докрутить их до конца у тебя сейчас сколько 59 и значит и кидаешь 1 до 6 за каждая experience point который ты хочешь потратить ну понятно что варгир какой-то я точно не могу себе набирать это как вы странно для земель и такой опа смотри я нашел бфг обвесился ну вот остальное так посмотреть можно будет повысить еще потенциально силу силу потому что на 55 тоже 1 до 6 вот за каждый бросок да это получается и сколько я накидаю столько и повыше ну вот кидая сейчас на инициативу таки да и за 4 вот на 4 у тебя подросла инициатива то есть стало 59 63 63 теперь тебя 4 действия поздравляю так сила 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 а штука и в.п. был пауэр это противостояние до всяким колдунствами прочим так она взаимоотношения что ну на взаимоотношения там и интеллект влияет и инициатива в общем там тесты лидер шип точно также влияет может быть на лидер шип надо кидать ну да давай тогда мы сейчас вот и один еще два раза кину на силу на силу хорошо кидай 2 2 и 3 5 5 это стало 60 у меня сила стала 60 сила и еще тогда давай кинул и еще два у меня осталось я их накидаю на лидерство я общался с человеком достаточно плотно и не виде подопытного на столе до виде как почти что разночленного члена команды он куда-то потом испугался убежала перспективе но поэтому мы все равно я коммуникативность повысил все нормально шестерочка но как решил общаться пятерых 11 провоз значит это было 46 плюс 11 57 итак исходные данные инквизитор лох лежит под дверью которую он только что вырубил так не приближать сервитор значит это мы показываем как бы то что за скалой с этой стороны вот здесь некий домик адептус механикус откуда сейчас я кину кубики до откуда с лоплями выбежал тот самый шахтер который слез со стола вот с лоплями выбежал и куда-то значит помчался внутри него неважно он он здесь есть вот значит оттуда же по всей видимости в скором времени появится наш техножрец который плутал по подземельям вот собственно этим столом и мы продолжаем есть небольшой нюанс таймингом пока у нас значит пылесос лазил по подземельям а лох все лежал придавлены дверью ну давайте спишем это на искажение времени в армии вот он спустился вниз там через вард дырку ну короче мы сейчас натянем какой-нибудь на глобус мы придумаем как этого избежать мы помним что такой ситуации быть не должно но тем не менее историю надо продолжать и она будет продолжена вот в таком виде лучше мы пока не придумали как выкрутиться и так продолжаем ход персонажей значит с четвертой скоростью у кого из вас повыше инициатива инициатива повыше у нас полка не добились нет у тебя повыше инициатива еще до инквизитор лох ходит у нас первым лежит первым даже ну что сервизор я еще не вижу а дверь еще еще на мне поэтому попробуем ее наверное скинуть может быть даже два раза ну а если не получится надо доставать пистолет не вот застрелюсь еще порос расстрелишься и застрелился горит в голову два раза можно пострадать так ну что ты сносил угла давать тест на силу об 18 а получилось дверь лихо скачал в сторону обсудить достаешь пистолет ставим пистолет вообще конечно вам там это было сложно часто что 15 не знаю ты заявил ты заявил и достал лежа значит достал пистолет столкнул ты дверь столкнул и лежа достал пистолетки на душу вставать давайте хорошо мы все не спорим так ты я поднялся уже ну ты где-то вот в здании здание я тоже осмотреться ты можешь там еще находишься где-то выражу значит первое действие я значит осматриваюсь непосредственно что я вижу вокруг себя с фонариком заходил я наверное так это помню в своей голове ну вот вторым действием значит это просканировать окружающей действительность при помощи сканера и пауза дыхания хорошо тогда первый значит осмотрим тестик до 37 ну нормально ты видишь заброшенное здание явно такое пришедшие в негодность или специально приведенная в негодность тут никто не знает где выход из подземелья и может быть это замаскированный вход как знать в общем все заброшенное пыльная руины кирпичи нет ничего примечательного все такое и следы в пыли свежие со струйкой еще такой уходящий понятно все я понял я вижу какие-то выходы из этого вещей ну да тут есть двери в него тут раз дверь два дверь отсутствует стены никогда до некоторые стены отсутствуют через эти стены уходит куда-то вот следы в пыль в пустыню понятно хорошо тогда значит я просканирую с широким лучом просканировал ну ты понял что нечто живое и тебе до боли знакомое удаляется от тебя в сторону пустыни ну там где-то есть какие-то биологические формы там всплески есть отклик какой-то ну хорошо тогда я значит подойду к двери которые вот здесь я вижу дверка есть и попытаюсь ее открыть хорошо давайте вот это подойти но подойдешь за но подошел и открыли там как бы уткнулся 30 нормально дверь со скрипом отворилась ты значит вышел через нее или стоишь в проеме скажем про я не вышел в проеме стать так ход сервитора первое это это нет он короче залочится стоит выключился на полпутирующий у старый подвисает ладно конец хода начал мы двигались на 4 дюйма да я помню на 2 2 кубик осмотреться хорошо ты осмотрелся в общем что мы вокруг тебя пустыня как это ни странно заброшенные какие-то дома уже более еще более заброшенные чем в поселке в поселке они были еще хоть как-то а тут такие уж совсем фиговые какая-то очень хрень и вот там около скалы значит лежат трупы и еще довольно свежая кровь впитывается значит песок вот около стеночки трупы на стенке тоже на стене кровь понятно живых никого нету сервитор не вышел и вот и не знаешь есть живые линии там ну тела лежат и кровь сервит от вас сервит ор пока там да ты понимаешь что он там да он там где-то пикает что-то щелкает он там есть ты это знаешь я тогда зайду в дверной проем в которой был дверь но далеко туда не углубляюсь подожду выйдете сервит раз угла или нет а дальше подумаешь наделать не встал ползком все это сделал друг пригибает поездить твои действия да ну поняв что наверное генаться за несчастным этим возможно слегка был поврежденным бить биообъекта бессмысленно но он уже куда открылся бывает подумал про себя хороший человечек получив нашем последнем заходе достаточно интересные сведения значит по тому что мы здесь обнаружили логично предположил что наверное стоит об этом доложить следует сначала то есть конечно можно и дальше копать но как бы нас тут не прикопали в ближайших сопках поэтому лучше сообщить отдай как сообщить мы можем только при помощи нашего корабля зараженные консоли на это стоит до достаточные я уже пробовал это не сладко вот значит как минимум средства связи выйдем кому-нибудь сообщим надо возвращаться обратно по крайней мере хотя бы дойти до корабля и получить дополнительные инструкции работы ну и по дороге хотя бы найти этого гражданина потерянного куда-то там убежала потом за мной приехал бульдозер и я решил что наверное может он продолжает там геральчики биться с бульдозером я не знаю ну да вот поэтому прикинувшись и связавшись значит с некими корнографическими базами данных давай но у тебя на то действиями на войну даже что значит привести это к триангуляции своего нахождения на местности а потом соответственно двигаться двигаться базово по правилам получив сведения это принципе не настолько сложно можно зайти посмотреться плане вот там может контейнер не интересно или значит вот на почек почитать мы хорошо как раз можно там собрать еще больше улик что-то бочки те самые похожи по ходу и по результату значит осмотр например контейнера ему пойду первым значит паузы для дыхания это прикинуть местность чтобы понимать где нахожусь девятка вообще карта прям отпечаталась истинный адепт все ты понял корабль в двух столах вон там из поселок с бульдозером где-то тоже там он где-то возможно какие-то далекие далекие отголоски в этой пустынной тишине еще слышны и работы его двигателя вот какие-то звуки там периодически доносятся не очень понятные какие-то странные все пустыня ты все прекрасно понял все сориентировался где чё карта у тебя сложилось понятно ну тогда я иду к контейнеру сколько там 4 до 1 теперь быстрее бегу ловкий парень ну на 4 попытаюсь подойти до него там их да нормально будем считать что мне хватило нормально и иначе вот так подошел дочек что я осматривать контейнер да осматривать контейнер такие 4 а здесь не надо быть гением на контейнере нарисован символ адептус механикус значит нарисован вот такой символ шестерни с этим контейнер явно такой вот марсианского паттерна с вентиляциями с какими-то готишными всяким этим явно для перевозки запчастей всяких биологических штук красный механический открыт непонятно но непонятно но по всей видимости запечатан то есть нет не болтаются створки ничего не открыто на нем понятно ну в общем точная принадлежность порт приписки значит вот это самая планета где вы находитесь он отсюда вам он местный понятно ну тогда я подойду и попытаюсь их осмотреть и может быть тихо не закисли или породик можно открыть он давай 4 будет у меня половине у него один был еще ну да 68 68 такой подошел кнопки пык 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 так это соломон лох а это вот ты 68 я вот нет я не вышла у тебя ну не понял да не не разгадал код тук-тук-тук незнакомый оказался продолжу потом так следующий следующий у нас сервитор сервитор выдвинете сервитора из-за этого самого из-за угла идет сервитор до хэви болтер заряжает снаряды ищет цель хо-хо-хо он даже понял что цель где-то вот в районе двери должна быть видимо он даже не представляете насколько умно он сейчас это сделал такой нет не в районе дверного проема от откинутой двери что развозилась поставь вот так вот так он то не знает что цель вылезла он просто понял что а что-то не так в этой местности сейчас следует открыть огонь наверное как только она шевельнется все но она так она не дайте облицей он слышит звук и быстро теперь тупой не знаю не знаю это уже не за дверью надо правда пробуем отвлечь немножко него камешек шоу и гайку чтобы отвернулся с тряпочкой если получится примем может разумные действия хорошо кидаем камешек так это вот вот этот и 3 пум пум хорошо да ну-ка он такой он не понял что произошло чё он тупой не реагирует кидаем еще камешек если опять не поймет просто затаю я вообще просто затаю 60 60 хорошо сейчас реакцию сервитора проверим что же произошло ну короче он такой счета анализ траекторий топ оттуда летят прячусь 42 получилось ты спрятался слава богу хоть тут серёжа а вот сокровище ищет нет чем спасать а он не знает что происходит надо покричить что заключить рацию ну у нас их нет мы не брали мы же так на прогулку поехали по обыкновению у нас же целый корабль есть пулеметами но мы его оставили в двух столах там давай значит я попадаю снова поковырять ящик и ползать дыхание хорошо давай 74 ну у тебя на 68 не получилось на 4 с половиной ну ладно тогда я еще 3 2 2 раза хватать покровить я упор 90 красавчик 84 4 4 ну хорошо дверь с щелчком ты д 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 открылась значит надеюсь что там нету пи 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 ну ты такой отошел на шаг дверь открылась нет оттуда значит вываливается такое тело такое запыхавшееся и пытается уползти оно с вами все господа сервитор сервитор первая о нормально работает и золочился он значит сейчас 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 так и вот так все равно кей передвиньте сервитора ближе к двери там на пару дюймов да вот так он пошел таки проверить а ну как а ну как есть во что прицелиться и пострелять не такой тупой запрограммировали 2 машины бурлит да все конец хода начал так ну что мне с ним делать так могу ли спуститься вниз что-то смотри смотри ты туда заполз и не осматривался даже просим барсочек посмотри что внизу подумаю что следим дальше делать 69 69 ну короче вниз ведет железная лестница грязная пыльная ржавая железная лестница вот поскрипывает она ты не настолько хорошо смотрелся вниз ведет жава листся в темноту там темно вообще хоть глаз коли не освещено дверной проем металлический выключатели нет лампочки выключатели есть кстати выключатели да если есть ну давай я попробую воспользоваться таинственным выключателем и если мне повезет я бегу вниз если там даже не сломалось ничего какой смелый инвизитор у нас тут у вас 89 лет не получилось лампочка перегорялся лампочки просто не включились вот и все тумблер остался в руках да все вжимаюсь в угол надеюсь что он у меня сейчас не заметит подпущу поближе потом придется бросаться вперед к клеммингу 32 все сережа так выпало тело да сделаю вот как значит так как я научен горьким опытом что они не все во первых а они убегают в меня индифицируют почему-то я же добрый я же всем хочу добра индифицируют меня как угрозу потенциально зачем почему не понятно я вон почки там меняю на хорошие банки металлические всякие вообще прочие полезности делаю соответственно поэтому первым действием я его при помощи серво рук и серво-харнеса и приглашаю вот так вот и симулятор был не убежал насквозь не аккуратно в пределах нормы аккуратно но так чтобы он понял что мои сейчас как это так чтобы по середус моих мономерений вот и после этого проведу его визуальный осмотр и возможно не только визуальный при помощи отдельных механодидритов давай тест на силу ну и пауза дыхания по результатам что мы поймем сейчас надо вам помериться силы 59 шахтер о да я получилось вот значит я его остановил он как при этом как-то реагировал захрипел бы пытался вырваться от по всей чечи че-то там лопатил вам дачу на лочь водики да 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 хорошо тогда значит я его осматриваю ну в смысле осматриваешь вся как-то 2 я вот так осмотрел что он на всю жизнь это лучший день в его жизни зонт вошел глубоко я понял вот такие у нас не имейте дело с техножрецами не надо это опасно для вашего здоровья может быть а может не быть как знать что там на этом зонду было надет очень полезные вещи очень полезно у него теперь очень камни с почек увидели сами вышли вот такой вот дендрит чудеса так хорошо ты значит погнал в него дендрит оказалось что это простой человек он просто я не собирался его убивать ты меня правильно понял я хотел осмотреть что он там болен не болен может я смотрел он не болен его уже кто-то успокаивал до тебя видимо неоднократно нет он просто находится он очень напуган он в шоке находится прибывает в крайне шоковом состоянии что-то лопочет у него уровень адреналина зашкаливает сердце лупится и он вообще короче ну вот он был готов обосраться но после из него дендрит вышел он ну немножко видимо сира ну слегонца вот но это все от страха понятно вот в общем он очень-очень напуган и поэтому он даже вон ну винтовку тащит и никак не может и утащить страшно ножки погибаются когда у него тоже в чем он одет или какой-то кто это он одет как все местное быдло то вся какие-то шахтерские шмотки да то есть еще таких отличительных особенностей у него нет хорошо тогда давай на одно действие я вот интересно а у меня в инвентаре я там я не захотелся выкинь шприцов там чечет помню чумит кого не было а хорошо в моем волшебном чемоданчике на гусеницах может там есть такое успокаивающее хочешь науки хочешь его подколоть чем-то чтобы как минимум не помер от сердечного приступа сейчас не на руку ну если у него настолько дрельно зашкалит что там от ты можешь утик свалочки из своих жиш ну харнастя как-то обеспечит эту жизнедеятельность поддерживает ты можешь там какой-нибудь желтой жижей ткнуть у него своя я тоже обеспечен собственному можно божественной . крови ему своя амнисиансы и кровью раздобрелся люди люди я всегда их любил хорошо давай по-разному значит подколоть его чем-то успокаивающим чтобы он хотя бы сразу так не не склеился сейчас давай хорошо 12 получилось и он так обмяк я не хотел чтобы совсем обмяк ну он просто что он просто очень а вот и перестал сопротивляться все поговорим все это действие кончилось только крутой мужик сервитов завис но у него нету техно жреца который ему говорит что делать и вообще там рядом с ним он хоть одинокий там уже далеко от своих всех системы майндлог и руби сам собой да выглядывать наружу доводить и бегут и 2 так так ты сначала выглянул осмотрись нет я знаю что это недостаточно а сервитар это он увидел беда поэтому я понесетки знаешь ну ты приблизительно до понимаешь где он находится так так или иначе но ты не точно это знаешь дальше выбегай наружу двигаем на 4 дюйма поставь его на ноги пусть он уже бегает пешком давай на 4 дюйма куда в сторону сервитара видимо направлении конечно да примерно так нормально вот и пахнет а кулаком ты чешу не пролила удалось давай сабля пошла сабля 24 24 хорошо ты попал у тебя 3 до 10 3 до 10 это троечка это оставь себе до 100 вот 15 15 куда и куда до 606 это правая нога ну да он ему больно наверное ты не знаешь он просто да он ничего не говорит он за и завиши дальше руби если он кончилось подбежал ударил то дважды на дважды теперь теперь я теперь хорошо тогда значит мои действия мои действия этот вроде успокоился значит тогда я попытаюсь с ним ну как-то привести его в то чтобы он пытался со мной говорить или просто начну с ним говорить как бы хочу подошли решили железный докажи что ты не робот ну вот начну с ним говорить так сказать ну а там посмотрим на что у меня попытается ли он мне ответить возможно я просто не смог как я знаю меня не очень с коммуникацией но я подучился говорю и паузы дыхания а причем я хочу узнать у него конкретно значит кто он значит пытаясь его как бы успокоить и задать вопрос в общем то что вы тут делаешь базово успокоил 98 а теперь кинь тест еще один ты ты вот уже подзабыл а я помню что подхватил сравную болезнь может и вообще говорить сейчас давай 55 55 до можешь у тебя получается говорить но ты не убедительно говоришь он вова он начинает опять дергаться и типа не надо не убивайте меня не надо отпустить и в общем засал ты его не убедил еще раз пытаюсь объяснить 55 55 вот снова пытаюсь говорить наверное или еще и просто да не один тест на ход потому что иначе замучен каждый раз так бросать по дворам да очень пытаешься объяснить он сейчас нет он короче слишком напуган все еще он лопочет что-то и сквозь его лопатание ты слышишь он здесь он уже здесь он пришел такой вот это вот такое еще раз попытаться спросить что ты конкретно имеешь ввиду а пить и кто пришел хотя бы зачем он пришел давать и душу 12 ты очень внятно задал вопрос чтобы он не отмятно понял вода он короче я понял такой он он пришел за нами за всеми он не пощадит никого беги отличный диалог я его поддерживаю хорошо значит ладно погружим да кстати он вооружен да у него винтовка охотничать охотничать винтовка зарядочи какого понятно хорошо все че кофе да да ну давай кончику сезон железная баллона железный баллона о чем сейчас инквизитора в упор расстреляет искры болтера очередь вот это будет шоу нет не расстреляет сейчас в короче он не разморозился стоит пускает слюни ну все тогда давайте у нас сегодня типа настоящая цель автохитов пришли такой убери потому что штраф у нас да не у тебя там все все хорошо ты да ты попадаешь все нормально давали потрачу пару действий на то чтобы него попасть и убить но попасть куда можно прицелиться да ты можешь колодки от корицы тратить на прикрытие типа плейси народу на этот плейси вот как бы плейси тут но там там есть хитрые до всякие в хтх штуки но это слишком заморочно давай кинь вот просто кинь кубы сейчас кинь кубы 80 хорошо очень хорошо это прямо ты его проколол проколол его в грудь кинь 3 до десятых 10 10 7 нет 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 17 20 20 в грудь и вышел задымился такой сейчас ну в общем да все по всей видимости он пришел в небоеготовность она сервит он больше драться уже не захочет задымился и загрустил все вспомогу с ним разобрались и закончили до убиваю вот серёжа да не пусть стоит там человек завис и стоит все все очки кончились да там были прицеливания мои действия ну в общем не так поняв что значит человек находится абсолютно не меняем состоянии значит я значит его не так сначала я заберу него ружье значит возможно базового по щупу по карманам по шуршу там другому патроны есть еще чуть полезно значит это вот я одна это даже два действия всего пущу прям до трусов до носков ботинга но вот ну и после этого я ему его отпущу и скажу ему напоследок что мол где давай дуй отсюда дружище значит тут в общем то вместо нехороший на это и сам понял этого ну вот поэтому в общем тогда я вот его пока что кину тестик на его осмотр да сначала брось тестик на осмотр что ты нашел 89 с 9 хер меня короче ты нашел пять патронов кружи и все хорошо значит тогда забираю и ему говорю тест сначала на речь сколько 70 нет понятно он не понял что сказал ну окей но я отпустил давай давай вам чему и не надо поднимать ну а ружье соответственно я у него за ну короче он там не он не не сопротивлялся на карачках там тоже куда-то значит пытается вскочить и деться в сторону пустыне все помер конец витар помер до конец хода начало хода ну все ладно тогда я позвучу один ночью действительно тоже посмотреться и одуматься давай прийти в себя хватит уже 44 а вот ты видишь стену с трупами все так же сервитор похоже что мертвый ты не мертвого дисфункцию полная полная дисфункция дисфункция всех систем наступила у него значит на двери приклеена какая-то бумажка была ты ее разрубил пополам вот и часть ее сгорела в общем обгорелый на косяке значит остался обгорелый обрывок такой какой-то непонятный и не значит ну кровь все еще такая она видно что недавно пролилась достаточно для положено чтобы подойти к двери и забрать бумажку а читать будем потом хорошо подведите простой инквизиторы подошел оторвал бумажку все так серёжа значит ну закончить тем что этот куда-то убежал туда ему дорога может его таскать и перебит свои объятия значит осмотрел винтовку заряжу ее 5 патронов но она по одному или там магазин по одному это такая кустарная охотничья винтовка ну хорошо значит я положу в свободную сумочку ближайший кармашек я положу под 4 патрона и один заряжу ствол значит после этого я значит развернусь и пойду в сторону бочек дойдут а бочек по прямой на два действия не хватит до хватит да и значит просканирую сканером значит широким диапазоном окружающую реальность так ну давай зарядил подошел тут сканируешься 44 короче вот с той стороны за бочками тоже что то есть тоже какой-то биологический объект там за 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 большими бочками большие ну вот который большое нагромождение больше я там заходе быть объект будет хорошо вот все но этот куда-то там и сейчас следом за первым шахтером куда-то испарился я чувствую через какое-то время будет рассказывать о единственном том грунте халик себе который всем спасал еще доброго зонт запустил винтовку от обрала благословения они не вы не поняли как всегда да 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 добрячок так так что это местная ходит никуда нет пока никого нет все тихо ветер только забывай я продолжу прочитать записку и если что если смогу понять на ходу буду думать по дороге к трупам что написано если не смогу суну в карман и все-то пойду к трупу поэтому три следующих это движение к трупикам а одна на том что прочитать 48 ты видишь на обгорелом куске опи ча по ре все все остальное сгорело отдам старшим и на 6 дюймов пошел пошел хорошо так да мои действия значит поняв что там кто-то есть за контейнерами первым действием я просканирую в этом направлении знаю что тут лучше знать кто твои враги узким лучом посмотреть кто там и значит держа оружие на изготовке значит зайти двигаться вот в том направлении значит на три действия приготовившись хорошо сканируем 50 так положите туда такого чувачка ну короче так ты идешь со сканера ты понял что жизни там крайне мало там есть биологический объект но он походу уже не очень живой вот какой-то размером с человеком лежит все конец года следующий никто не ходит вот нет никто не ходит все лежат тишина зловещая тишина нависла два кубика приблизиться к телам и два кубика на то чтобы смотреть хорошо внимательно и аккуратно каждый каждый первый раз все подряд 23 хорошо так ты видишь ровно девять тел лежит там 99 тел да у них значит у этих девяти тел в них проделаны отверстия примерно на уровне груди четко такие пынь ты как дел кого это кто они ну как бы они вроде как люди они как шахтерской униформе все все значит похожи на местные на местный на мутантов на местный скам нет на мутантов они вообще не похожи то есть просто люди какой-то скам там лежит значит прострелянный по значит характеру повреждений ты видишь что стреляли видимо из крупного калибра такого нормального чего-то ну явно это было ручное оружие ну просто калибр был не маленький окей оружие то есть я там смотрю не у них нет оружия у них нет оружия у них у всех а важная деталь у всех связаны руки за спиной стянуты пластиковыми этими хомутком один раз распознал все хомутком да да когда как ему ты 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 он видел видел как хорошо ты кинул тест давай все уже посчитал и посмотрел 51 61 ну ничего скин скинул хомуток ну чё руки затёкшие делали что взять хомуток посмотреть что за хомуток а пластиковый монтажный хомут такой знаешь да как как в строительном магазине тип того да такой не полицейские нет в общем в общем то нет канела всех напасешься полицейских хомутов воняет ником ладно . если нету будут думать что с ним делать то там значит 9 тел и на одном как бы пропуск такой пробел одного как будто бы не хватает как будто бы кого-то там нет вот вот это ты тоже заметил это важный момент так вот и вот и заказать магистики значит судя по всему значит опасный но хорошо отдать до обойдут значит я на 2 действия аккуратно значит на изготовку значит эти бочки осмотрю значит тело ну и заодно в общем то осмотрю и соседние вообще осмотрюсь по местности что я новый увидел в соке подошел поближе к объектам различные может я лучших разведеть подошел и значит осматривать началось дело давай 87 ничего примечательного шахтерская униформа похоже что тело если еще и живо то вот-вот умрет короче никаких признаков жизни она не подает лежит себе а вооружу него невооруженная понятно значит ну тогда осматриваю все что вокруг него 56 56 вокруг него значит под ним лужа санины надо это нужно записать и лужа крови в районе груди тело лежит на животе же у нас до лежит вот до в районе груди под ним кровь впитавшиеся значит в песок этот песок пропитанной кровью снизу песок пропитанный желтым явно ты делаешь вид что это кровь это моча ты и не торт ты понимаешь волшебный дендрит работает так как какой-то что-то что-то бочки вокруг него еще рабочке вокруг него кинь тест 4 ого да ты знаешь что в красных бочках содержится синяя жижа а в желтых бочках содержится зеленая жижа подобную жижу подобную жижу которую инквизитор растреливал в прошлый раз ты видел внизу в подземелье да в количествах ее видимо оттуда качают и наверх в бочках выставляли чтобы не мешалось внизу вот внизу ты сам помнишь всякое всякое происходило до внизу нехорошая не одна ладно на этом может мой день закончились так инквизитор будем давать насмотрелся и думать первое если следы которые ведут от этого пропуска а вместо преступления второе если гильзы валяется можно ли пойти чего постреляем и подумать парочку ходов потом хорошо если следы 96 следы за сам за тот авталл сапсовой если это советует нашел только свои следы так и за рисунок похоже 58 58 ну где-то вот там посредине что-то блестит латунная что-то латунная блестит так ну я нашел гильзу значит что это за гильза тестик брось то есть ты нашел теперь осмотрел 8 08 ты понимаешь что это гильза от автоматического дробовика автоматический дробовик работал интересно чтобы это было тут быть да крупнокалиберный автоматический дробовик ладно давайте до столбик чему нас учили это даже 12 калибра пользуясь такими дробовиками скауты космодесанта спасены да ну такими дробовиками пользуются до скауты космодесанта такими дробовиками пользуются полицейские службы всякие разные в общем на самом деле область применения достаточно широко но оружие дорогое и редкая у местного скама такого не наблюдается именно и хорошо чего выводы буду делать сочеков так сережа да значит тогда я значит так как он жизни хоть и не но вроде но теплится на сканере она была сказать что у меня там это есть еще да да грамм еще когда вы еще не спрямилась совсем поэтому мы его вряд ли он попытается убежать уже поэтому аккуратненько его пытаемся перевернуть и значит внимательно осмотреть возможно значит осмотреть и два действия останется на дальнейшем возможно средства и организационные предприятия 53 53 ну ты перевернул начал осматривать у него в корпусе дырка как это не парадоксально дырка от огнестрельного оружия по всей видимости дыра довольно большая дыра калибр был неплохой вот тело ну видимо он уже такой он весь уже обмякший все никак не реагирует на раздражители на внешние видимо она там как-то на автомате еще жизнь теплится но в общем это то есть все он оба обоссавшийся с дыркой в груди его попытаться его побыть реализации бессмысленны далее всего видимо да ты ж генитор должен понимать когда живое существо невозможно уже реанимировать понятно ладно значит действием осмотреть и посмотреть откуда он мог его вид куда он прибежал приполз или он тут уже бежат самого начала ну давай хорошо 94 нет трасса логически экспертиза не дала результатов хорошо у меня осталось еще 10 то есть снова еще раз попробую и на этот 96 не совсем ничего не ходишь следы в пыли так теперь андрюша кинь тест просто возьми кинь тест о короче вот там вот видишь дырка в этом оттуда оттуда до камешки посыпались такие тут был видит тишина ветер камешки сережа ты кинь тест 25 25 камешки посыпались вот все так посмотрю еще интересно если нет аккуратно пойду краю своей скалы в сторону с дыркой 65 65 осмотрелся ну пока вроде ничего ничего с гильза да окей все так виду забрал к сумму в карман пошел к сахаля ну двигаем на 6 дюкс вот до сюда пришел так все ты тестов больше никаких у меня это мое действие значит развернуться к бешен развернуться и узким лучом сканера так вот сюда просканировать хорошо половина дыхание для оценки и понимание что я увидел 74 такой развернулся пи в общем ничего не увидел ну я думаю что ты уже увидел как как минимум лоха ну такого нет идущего идущего того в пыли в грязи весь пистолетик да с пистолетом идет а у него еще автоган есть кстати что автоган еще но он где-то там где-то да он не говорил про автоган что было броню где-то за плечом забросил стресс забыл ночи хорошо тем не менее ладно ну я лох это все понятно я его знаю кто это такой кто там камешками шуршит еще одно действие было еще раз конец давай 30 ровно 30 ровно ну далековато конечно но звук у меня упал по мере расстояния до этого меня дистанция этой штуки будет 16 16 дюймов ну короче суть в том что там там что то есть тоже человека человекообразная но так непонятно сигнатура не не определяется только это сервитор не то человек уже что-то есть до размером с человека что то есть все конец есть и конец так все хорошо камешки больше не падают так давай-ка попробуйте типа тесты на внимательность может быть я тоже завидел сереж 40 40 да ты его заметил он стоит там около бочек тебе знакомых до боли ты за сидишь гудящей шашкой помахиваешь по всей видимости что в какой руке оружие тоже важно ты не амбидекстр то есть с какой руки ты стрелял и какой рукой ты рубил это важно так вот хорошо у тебя в одной руке шашка в другой пистолет правый надо было шашку раз я и до с активно не стрелял на пистолет значит влево для поддержки так ну что ж если я вижу серьезно это хорошо значит и он хорошем состоянии живой спокойный там более менее беспокойно я не могу быть неспокойно мажем рукой я лежу вот аккуратно послужить колесе уже перед меня на 4 дюйма к скале так передвинулся к скале сережа да значит я тоже значит помню что вроде когда сканировали кого здесь не было на три действия иду вперед и на дно оставшиеся действия давно уже натренировал пылесос тебя возить спрыгнул как на скейт выру это я ласки выпаду подкачайся и умеет вообще гироскутера такой крафтовое пиво всем значит сканирую снова сюда 45 45 чтобы действительно делал . находится я хочу дистанцию не для нее определить так чтобы не просто там ну короче возьмите . блоге какой-нибудь а вот этого . его на скалу вот там посадить наверху ну так вот день на камнях надо типа он такой он весь пыльный грязные есть какой-то зачморенный но в общем и вот так просто так не видно было а тут пень такой и ты понял куда смотреть папа окажись что то есть вот сидит человек ну видимо человек он очень похож на на все трупы которые тут валялись дальше не ты его еще не видишь вот такие следы к делу слишком близко за параду что-то увидеть я ничего не вижу давайте кинем осмотримся а потом еще может другую страницу колокольчик в общем да ты посмотрел то ли он то ли пердешь нам услышал то ли еще что в общем он короче на скале сидит очень напуганный человек весь сжавшийся в комок такой весь трясущийся весь в грязище поэтому его было не видно он пытается слиться слиться с местностью в общем всячески чтоб его никто не заметил вооруженный лет ну на виду не видать до незаметно с коммуникацией трясется да ты умеешь ты пробуй с ним поговорить может быть даже даст убедить у тебя полный раз и враги в рыб фрэб батлах можешь участвовать лично 46 46 эй мы пришли с миром вы не враги вам чувак давай чувак не он короче вообще не понял что ты от него хочешь вообще не понял до в шоке я кину в него камешек может он придет с себя стрелять я не хочу сашку тоже и на него камешек 90 не попал так значит в виде его значит ну ладно значит я подъеду к этому камню с другой стороны сюда вот чтобы видеть и самым и с другой стороны и буду значит обращусь слух слух лоху и расскажу ему в общем-то в двух словах буквально темные дела творятся что мол нет про то что там вот внизу там что-то так здесь что мол где какие-то я наблюдаю странности вроде как очень-очень не характерно для местной окружающей флоры и фауны пораженные таскает тела вот поэтому начни я этот илата уже никуда со скалы не денется не подумали берем сейчас тут надо координирует опять действия 71 71 у тебя не получилось ничего сказать подчерикал подчерикал и все понятно так уже можно за один интересный сейчас сейчас о короче чувак заподозрил что его окружают и решил вздриснуть вот давай его по этой такой поломанулся вот примерно тогда короче нет он к ну к подножию скалы там уже подлез вот тогда а такой начал очень проворно карабкаться по скале вниз такой ну в общем-то ближе к низу мне кажется уже разговаривать я сейчас бы полос до кидаем его пистолет шашку вода кругом джеда и знаешь мне бы есть пистолетом рукоятку поешь в рубеже его или можете за нет там вроде 4 дюйма должно быть для него более-менее похоже я смогу добежать попал там вниз спускался и попробую применить инквизиционный тэквондо попробуем его вот это так как в американском футболе за колено чтобы при этом потом как в этом если хочешь можно делать с собой так он до 8 1 1 1 не получилось на самом-то не упади приороче короче разбит ну ты разбежался по крайней мере по крайней мере бежишь такой план крикому что свет может не уговаривающий но угрожающий другом испугать уменьшить давай 73 да он испугался и побежал быстрее он короче в ту сторону вот сюда он пытается насколько к черепу давай на 4 вот так не очень быстро слегка прихрамывая он таки бежит что-то что-то невразумительно вопя я шибанию молнии перепутал я не этот и оператор по теме я не умею шибать молниями или не электроприст я не умею бить молниями куда ты глупенький ты они вот все на одно лицо а этот еще орбитальный удар вызывает нет мы разные давай значит мания чтобы бегать я теперь бегаю также как он наверное да насколько все как все люди течетели декабря 4 4 бегай короче ты хочешь за него до него добегать да я хочу до него добегать и значит и если этот не может тэквондо давай на двойному бегу а потом двумя кубами я пытаюсь скрутить механдритами сперенать хорошо давайте побежал еще две как нужно заставлять сюда и значит изморка 84 не попал вот похоже делал меня и попал он проруб он ловкий проворный уворачивается 13 13 вот тут вот до от дендритов ты не вернешься механ миссия бдит вот все схватил приподнял он 10 метров над землей чтобы он понимал что тогда броситесь на силу да пошел давай 90 ты попытался хорошо стой так так сейчас ну да он не вырвался все нормально следующий все проводите дознание вот ничего не делает не а он сейчас он попытался вырваться но он не он не получился пришел к допрос два раза дважды интенсивный допрос 19 еще раз сразу 43 инквизитор пришел сразу инсигнию в рыло и давай его допрашивать тот значит увидел инсигнию впал в ужас неописуемый забился короче в дендритах стал кусать дендрит только бы отпустили интенсивные методы допроса дают результаты он значит тыча в инсигнию тыча значит в инквизитора лопочет что он он уже здесь он был здесь говорит ты вопрос какие задавал или просто подпадайте поспать 10 минут потом начинает снова убить и спрашивайте там где вторая половина фотографии аналитивные свои своеобразные методы допроса ну если это обычный скам то кто он такой мне знать неинтересно а вот что случилось его товарищи видел ли он что-нибудь очень интересно да он видел он лопочет лопочет значит что это было децимация это говорит децимация это было децимация вот рассказывает вот типа под пришел тут провел децимацию кто кто-то вверх я не знаю кто это страшный с дробовиком пришел всех арестовал провел децимацию арестовал куда он делал скорбез на мои действия до твои действия работаем злой и добрый полицейский но для это или муж прожил пылесос вашего насадить на дендрит ну давай хорошо я значит поняв что вроде как он не находится в неком шоке от инсигнии и вообще по его так сказать биоритм я понимаю что он находится значит неком он напуган надо его попытаться но подкалывать как я понял бессмысленно они мягчают начинают уползать куда-то поэтому значит я за это люди и больше не дают им у нас что-то в течение всего садового действия попытаюсь ему объяснить действительно сыграть так сказать в добром сказать ну ты спокойно спокойно ему лучше рассказать ну и не ему зло извести мне расскажи что тут был это кто вы чего тут как когда мы же надеюсь зачем пытаясь не прочерекать ему что-нибудь там 83 прочерекал давай еще раз 21 хорошо там действие одно убери ты его протратил давай вот теперь вопрос вопрос значит кинь тест кинь кубики просто кинь кубики 12 12 ты с ним заговорил значит стал ему объяснять чувак значит на тебя обернулся о да и тут он все понял сейчас короче он за вырывался и заорал нет я на фабрику больше не вернусь отпусти меня гад я не пойду назад типа все не хочу на фабрику не вернусь все еще раз объединить я не с фабрики все нормально все нормально не с фабрики я чему воля точно если что труда нет потом восьмерочки проставим все хорошо будет его молит спасибо сэр говорю давай по порядку расскажи что тут как было спокойно 78 78 он не очень понял что он уволен короче лопочет обсирается говорит ты типа отпусти меня ты вообще на тебя смотрит там вообще весь в ужасе бьется не знает куда то ли на фабрику лучше только то ли сюда короче плохо ему нет доведем уже качественных фактах легко так что он бычу делать или будет висеть то он и вокруг никого ну короче он до вырваться у него не получать сережки тест 65 да нормально твоя взяла ты все крепче его держишь чем он пытается вырваться все он лопочет напуган пытается вырваться не получается эти вопросы задавать более осознанно научит эту группу такое состояние что он теперь уже бесполезный можно ему картинки показать главное не показать что вы видите на этой картинке так как бы но у нас планшета наверно нет да да не знаю все рождают почему на место децимации делал миша снова расстреляем добрый у него есть время чтобы подумать поэтому ты можешь сказать ну все тогда проскватывали не за мной да иди за мной злодей какой ну давай иди за ним иду за ним кинь т сначала 13 13 хорошо то есть ты его не отпускаешь конечно да ты его не отпускаешь но идешь ты по одному дюйму ну пойдем чем мельнее тем страшнее кстати да на все на все действия иду волочит по песку такой пойдем пойдем можно я хочу действие делать значит я ему при этом говорю что типа ты это ты бы того лучше бы сказал ну да или ведь остался серьезно как бы вот этот шутить не любит у него с этим делом рисково 44 я даже не причинил а то даже не прочерекал давай он 80 80 но он видимо слишком напуган давай все давай следующий до все давай достаю пистолет начинаю заряжать демонстративно демонстративно заряжать хорошо значит ну я продолжаю его тащить а должен сериал нормально таки дакины 15 прекрасно очень великолепно что продолжаю тащить и компе экшен продолжая его увещевать вещевать давайте учет и турнила 91 нет не получается ничего на шоке давай ставь его на местных стенки да ты какая тут все никак не выруется такой сейчас получается 37 37 так твои кончились твои кончились этот музея могут не поговорить еще да попробуйте 88 да вот у тебя получилось все ты доходчиво сказал что вот чувак чувак меня пощадили говорит децимация ребята меня меня оправдали невиновен он вам кричит невиновен типа все один из десяти ну давай сложи 2 плюс 2 ты же так вам не кажется что децимация это немножко наоборот я такой я как-то считал я как-то считал говорит о том как это проводится и там отпускает девятерых а убивает одного только не в одной организации в империуме да ну сообрази какой конечно я говорю уважаем тот кто вас пощадил был в черной черной одежде сложные вопросы задаешь еще вопрос задавать неразборчиво непонятно да да ну ладно серёжа стану получше ставь его к скале я вытягиваю руку и целью сила голову этого серёжа сила негодяй 37 ты по-прежнему держишь его да и ставишь к скале скале вопрос куда ушел 10 ровно он значит хрипит туда туда и показывает на дверь которую ты вырубил в скале лично так давай еще тогда попросим зададим в чем обвиняли 35 в чем обвиняли всех этих людей побег с фабрики значит обвинение следующее содействие криминальным структурам или участие в них это говорит а он лопочет значит стоп он лопочет как в кодексе побег с фабрики 20 лет содействие криминальным структурам или участие в них 50 лет говорят сопротивление арест сопротивление аресту смерть типа вот обвинение по трем статьям и последний очко действия я как фабричных делах не очень ничего такого крупно глобального не замешан я на твое усмотрение отдаю делать не что хочешь если хочешь его застрелю у меня в 63 вроде бы да вроде может может там решит решит и это что из фабрики ты решать просмотрев степень обвинений явно которые были вынесены сознанием дело значит я удерживаю его меня значит в особом кармашке есть особый механодендрит который нету вы подумали о плохом а я на котором подожди что-то вроде механодендрит для удовольствия такой из шариков такой состоит да нет черт это клеймо клеймо его фордж волны что он выезжает нагревается я отжигаю его выжигаем он на лбу который этот символ прощающий то ну во первых паркурщик повторю что он как бы неприкасаемый принадлежит биологический образец номер 718 к 719 принадлежность мою моя личная моя личная принадлежность и отпускаем какой добре я спит хорошо свет он он может быть свободен он не важно просто это кинь все это на кубах давай 60 90 в глаз давай еще кидать 85 убью за чайно да не нормально выдержу нормально поварил немножко там пригорел да такой ну и типа давай гуляйте на дядя теперь ты приобрели теперь ты собственно с ней твоего мира а так сказать как так как был ты был ничейный человек биологический образец теперь принадлежность форджол до механика виталика то побежали на все четыре действия перед ними двери там это будет 8 дюймов до сих пор не ходишь так ну в общем этого я отпустил сбору куда попал с нами как это 0 отпусти меня я его отпустил я горит хотел убить я последним я собрал что-то с ним с ним сделал отпустил и значит то же самое как бы мы все что хотели узнали и пойду на свои же тоже 8 действий к вратам давай подошли ну давай посмотрим на то еще штаб действительно что интересно просто туда ушел то затем хотим пойти посмотрим может мы увидим какие-то следы его которые дать развели даже пару раз кинем на всякий случай давай еще нужно успевать 38 до серёжа остались действий ну и это был поэтому что назовем все расходы хорошо я тоже выбросмотрим итог сейчас вы все накидайте а я вам расскажу шестерочку короче на двери 2 обрывок бумажки такой же похожий на ту которую ты отодрал обгоревший слегка от power от power шашки ну кей там еще два действия остается тогда достану один свой клочок я дам их серьезно может он соединить и сможет прочитать половинку меня есть ну давай 61 61 ты сложил два обгорелых клочка и там значит опечатано по решению остальное сгорело это причем это явно печать которая выставляется сама то есть его поставили дверь закрыли она и приварилась типа опечаталась туда авто автоматически не знаешь пользу вас неизвестно в общем это по решению кого сгорело это очень 17 это логические штуки это да это как бы явно имперская явно производство это империума данный номер 5 ну что все он должен появиться теперь будет ну так по тесту бросить теперь каждый 68 63 короче вы слышите вы слышите из глубины значит как оттуда откуда-то по железной лестнице раздается грохот кованых ботинок зачем железо по железу что-то приближается прекрасно конец все на этом мы закончим и продолжим в следующий раз что же к ним приближается и может быть какая-то будет боевка а может не будет мало ли как там ребята будут действовать все ребята будут действовать с тем что к ним подходит посмотрим следующий раз как видите у нас было в этот раз такое мирное вождение никого тут не убивали особо ну почти хотели не стали что произойдет дальше посмотрим следующей серии оставайтесь с нами и с нашим сериалом лох и пылесас продолжают жечь и выжигать как сегодня сделал сережа спасибо всем пока